Почти шпионский скандал разгорелся в Закарпатье. В кабинетах местных чиновников обнаружены жучки. Глава областной администрации Геннадий Маскаль обвиняет в провокациях правоохранителей из столицы и требует разобраться. Якобы прослушку устанавливали незаконно. Но вот такие скандалы это только верхушка айсберга. Прослушка в Украине давно превратилась в популярный бизнес и в одну из самых удобных схем наработки компромата. Почему прослушать могут кого угодно, выясняла Елена Зорина. Глаза и уши повсюду. Количество людей, которые прослушиваются, увеличилось в разы. Телефоны, рабочие кабинеты, слушают бизнес-конкуренты, преступники и правоохранители. В поле зрения депутаты, бизнесмены, чиновники, адвокаты. Это адвокатская беседка. Мне кажется, что это не имеет отношения к делу. Я же не знаю. И даже главные борцы с коррупцией. Дбаю за рыбок. И для них точно не коррумпованы. История последних недель. Прослушка главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Жучок в кормушке для рыб и разглашенные аквариумные пленки. Как раз фигура Холодницкого сделана как некий показатель. Такой прием, чтобы все, кто сегодня, где бы они ни сидели, они могут за своим аквариумом обнаружить что-то. Киевский апелляционный суд. По информации юристов, один из лидеров по выдаче разрешений на прослушку. Но официально здесь о цифрах, как и о том, кого разрешают слушать, теперь не распространяются. Наш запрос, как и многих других коллег, оставили без ответа. Последние публичные цифры 2016 год. Они показывают количество тех, кого слушают, за пять лет увеличилось в четыре раза. Поле зрения свыше 100 тысяч человек. Только в столичных судах тогда было выдано более 30 тысяч разрешений. А это на 7 тысяч больше, чем в 2009 по всей стране. И это официальные цифры. А вот скольких слушают незаконно. История двухлетней давности. Адвокат Виталий Наум уверяет, его разговоры с клиентом прослушивали почти полгода. А это запрещено законом. Тайные протоколы чуть не отправили его под защитного в СИЗО. Слушать незаконно или полузаконно схем достаточно много, рассказывает адвокат Игорь Черезов. Одна из самых популярных, когда твой номер просто вписывают в ходатайство прослушки в рамках дела, к которому ты не имеешь никакого отношения. Есть такой даже термин, пристегивают номер к другому уголовному делу. Человек подозревается в совершении какого-либо преступления. Достаточно программой замены номера позвонить ему с номера, якобы номера телефона человека, который интересен для прослушки. И даже условно честный судья скажет, да, действительно эти люди между собой общаются. Адвокат говорит, безопаснее пользоваться не телефонной сетью, а мессенджерами. Но и тут есть подъемок. Синхронизируя телефон, например, с компьютером, в резервной копии сохраняются все мессенджеры. Поэтому, когда при обыске изымается компьютер, то на компьютере сохраняется резервная копия. Эксперты-безопасники уверяют, все под колпаком скрыться от слежки или прослушки с современным оборудованием невозможно. Если вами занялось государство, то по телефону, не по телефону, информацию снимут. Стекла на окнах, какие-то устойчивые металлические детали, они все акустически собираются, резонируют эти ломы, они могут быть технически сняты. Но все же выход есть. Спрятаться от любопытных глаз и ушей можно. Но для этого нужно не бояться темных и сырых помещений. Один из вариантов спуститься в бункер или вот в такой подвал. Здесь, видите, даже телефонной связи нет. Впрочем, нет и страховки, что ваш собеседник не принесет жучок с собой. Есть и другой вариант, как себя обезопасить, но стоит он несколько тысяч евро. Сейчас я включу эту систему и наш разговор станет непонятным и неразборчивым для всех остальных людей, кроме нас с вами. А вот что на самом деле слышим мы в наушниках. Мы можем с вами поговорить о чём угодно. То есть коллеги сейчас не слышат? Да, коллеги сейчас ваши не слышат и не понимают суть нашего разговора. В этой компании специализируются на защите информации. Говорят, современное оборудование позволяет найти практически всё. Жучки. Вот, мы обнаружили нашу точку доступа в Wi-Fi. Здесь где-то близко что-то есть. Это наш мобильный телефон. И даже хорошо замаскированные камеры. Такого помещения достаточно пяти минут. Вот мы видим скрытую видеокамеру. Это на самом деле муляж. С такими просьбами, говорит Роман, украинцы обращаются довольно часто. Это практически все слои населения. Начиная от крупных политиков, государственных деятелей, бизнесменов. Также обычных сотрудников и даже пенсионеров. Правда, удовольствие это не из дешёвых. Цена стартует от нескольких сотен евро. Но безопасность гарантируют только здесь и сейчас. Ведь те, кто подкладывает прослушку, изворотливо. И могут сделать это снова. Оставленный Bluetooth гарнитура, мобильный телефон или используемая точка доступа Wi-Fi. Это может быть подвесной потолок. Это могут быть розетки, выключатели, плинтуса, распределительные коробки. С телефоном сложнее. Его могут прослушивать и он может сам передавать звук на расстояние. Телефон находится в режиме положенной трубки. Внешне, визуально. Но он может передавать разговоры из комнаты, находясь вблизи своего хозяина. Необычно быстрый разряд мобильного телефона. То это может быть признаком использования вашего телефона для передачи информации. Отдаю эксперту для проверки свой мобильный. В качестве вынесенного микрофона он не используется. Никто не качает информацию с вашего мобильного телефона. А вот понять, прослушивается он или нет, практически невозможно. Ни треска, ни ухудшение связи современное оборудование не дает. Поэтому специалисты советуют, если не хотите попасть на пленки, чаще общайтесь лично. И разговоры ведите аккуратно. Кто знает, если их подслушают, как их используют и когда. Елена Зорина, Марьяна Бурякова и Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер.